Установка автоматизации Установка автоматической защитной шторки на штатную камеру заднего вида HVL F7, первое поколение с 2018 года выпуска. В комплекте предоставляется металлический шаблон. Прикладываем его к штатной камере заднего вида и высверливаем технологическое отверстие сначала миллиметровым сверлом, затем сверлом диаметром 4 мм под проводку. Заводим провода от автоматической защитной шторки, камеры заднего вида в высверленные техотверстия и выводим в багажный отсек автомобиля. Плотно прижимаем защитное устройство к камере заднего вида, проверяем позиционирование и плотность прилегания автоматической защитной шторки к штатной камере. Отмечаем шилом место сверления отверстия под крепление. Просверливаем отверстие и фиксируем защитную шторку на маленьких затемненных саморезах из нержавеющей стали. Теперь подробнее расскажем, как подключить электропроводку для данной модели автомобиля. В зависимости от комплектации автомобиля, подключение основного плюса может отличаться от примера в данном видео. На сегодняшний момент нам известно два варианта подключения основного плюса. Первый вариант подключения, когда основной плюс мы берем с белой фишки, коричневый провод. Второй вариант подключения, основной плюс, можно найти в большой белой фишке, под задним правым сидением, коричневый провод. В любом из вариантов основной плюс подключается через предохранитель. Минус берем от фишки заднего левого фонаря, черный провод, и соединяем с черным проводом блока управления. Сигнал заднего хода берем в этой же фишке, синий провод с серой полоской, и соединяем с синим проводом блока управления. Зеленый и белый провод от блока управления подключаем к проводам защитного устройства соответствующего цвета. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.